До Нового года осталось меньше недели. Кто-то уже определился, как и где провести праздничную ночь. Другие же пока в раздумье. Выбор, к слову, есть. Заведением общепита в Татарстане в новогоднюю ночь разрешили работать до трех часов ночи. В парках и скверах готовят насыщенную новогоднюю программу. Однако последний вариант напрямую зависит от погоды. Не каждый готов встречать 2022 год на морозе. Жители Татарстана уже привыкли к теплу, которое наблюдалось в начале декабря. Действительно, тепло было аномальным. Первая декада оказалась теплее нормы на 3 градуса. Вторая теплее на 2,5 градуса. Внезапное похолодание на нашей территории связано с циклоном, пришедшим с акватории Баренцева моря. В местах, оказавшихся в его тылу, температура воздуха заметно понизилась. Атмосфера не статична и характер погоды изменится. И изменится он буквально завтра, так как нашу территорию посетит очередной циклон. Циклон придет с северо-запада. На нас начнут оказывать влияние атмосферные фронты, которые принесут к нам осадки. Но и это будет ненадолго. Так, этот циклон также сместится на юго-восток и за ним последует очередное похолодание. Стоит отметить, что эти морозы не являются рекордными. Так, например, в 1995 году температура в эти дни составляла минус 30 градусов. Также были случаи, когда температура была и плюс 4 градуса. Эксперт сказал, что прогнозируемое похолодание в начале следующей недели не повторит тех температурных отметок, которые были на этой неделе. Также он высказал некоторые предположения относительно погоды на Новый год. Нашему предположению температурный фон в новогоднюю ночь будет градуса на 3 отличаться от нормы в сторону отрицательных температур. Таким образом, при норме в минус 10, минус 10,5 градусов среднесуточная температура может составить около минус 13 градусов. Однако январские каникулы все же грозят стать морозными. Метеорологи прогнозируют, что температура будет опускаться до минус 15-30 градусов.